Новый закон приняли. Теперь, значит, не надо вручать уже повестку обычную для того, чтобы тебя забрали в армию, тебе будет приходить смс-ка. То есть в армию будут призывать по смс в Беларуси. А получил ты смс-ку? Не получил, она считается, вот ее отправили, все, она считается полученной. То есть уже становится очевидным, что государство готовится к мобилизации. Вот. Более того, теперь белорусские пацаны должны в военкомат сообщать свой актуальный телефон. И если ты меняешь номер телефона, ты обязан по этому закону сообщить в военкомат. А операторы связи будут обязаны проводить смс-рассылки по спискам от военкоматов. И вот это, это красиво, КГБ. То есть теперь уже КГБ будет делать массовые смс-рассылки белорусам. Ну, спасибо, что могу сказать. Вообще-то личный номер, личное пространство, да, это что-то, что я как гражданин имею право держать вообще в тайне. Может я хочу, чтобы мне только мама звонила там или друг. Может у меня вообще телефона нет. Или я смс-ки не читаю, потому что там один сплошной спам. Раньше была, ну, как бы естественная, нормальная система. Приходил человек, вручал тебе личное, ты расписывался, что ты это получил. Теперь будет считаться, что ты получил, даже если в реальности ты не получил, и ты уже сам не знаешь, как нарушаешь закон, да, и там случайно не прочитал ту или иную смс-ку, или ее стерли, или у тебя переполненная память телефона, она просто не влетела. Неважно. Все, ты нарушитель. То есть государство из своих обязанностей, да, потому что это обязанность государства, да, делать то или другое. Делать тебя обязанным. Ты обязан мониторить эти смс-ки. Ты обязан, оказывается, читать имейлы, которые попадают в спам, потому что не только смс-ки, еще имейл могут тебе прислать. Современные теперь военкоматы, да, я представляю все эти массовые рассылки с имейлами, куда они будут попадать. Ну, конечно, в корзину спама практически все. И так они вводят по всем видам оповещений. То есть они разрушают нормальную систему оповещений, которая есть во всем мире, когда человек расписывается за то, что он что-то получил, какую-либо информацию. Ну, важную юридически. Теперь, значит, юридически значимое сообщение будет считаться доставленным, вот читаю, даже в тех случаях, если его отправили электронными средствами, смс-мейл-мессенджеру, мессенджеру какому-то. Но даже если адресат по каким-то обстоятельствам это не получил, оно считается уже доставленным. То есть ты уже как бы обо всем оповещен. Ты получаешься виноват, если, ну, как бы ты не знал. Вот, то есть факта отправки будет достаточно, чтобы считать, что сообщение доставлено. Ты обязан уже бежать в военкомат. То есть, ну, что могу сказать. Очередная, очередная радость от государства, очередное отношение государства к белорусам. Перекладывание вины всей на белорусов. Вот и все. Ничего другого тут нет. Как по мне. Еще одна новость. Тоже, которую следует обсудить. Значит, газета Выборча, крупнейшая польская газета, крупнейшее польское издание, сообщает о том, что были случаи, когда белорусов арестовывали сразу же после выхода из визовых центров. ВИФС Глобал при получении польских виз. То есть, когда люди обращаются за польскими визами, прежде всего за гуманитарными польскими визами, вот это агентство ВФС Глобал, ну, как я понял, обвинение журналистов газеты Выборча стучит в КГБ, потому что, когда ты подаешься на гуманитарную визу, ты, конечно, наверное, указываешь причины, почему тебе нужна гуманитарная виза, почему тебе нужно уехать из Беларуси. В Беларуси, да, гуманитарные визы дают в случае преследования, либо репрессии, либо иного какого-то незаконного противоправного отношения к тебе со стороны государства. Ты обращаешься тогда за гуманитарной визой, давление какого-то. И, видимо, я так понимаю, что ты в анкете обязан написать. И, видимо, эти данные сотрудники ВФС этого Глобал каким-то образом сливали в сторону КГБ, как считают журналисты, в результате чего людей, ну, как бы, получается, человек сам признался, да, там, например, что он участвовал в протестах или еще что-то, или что он критик Лукашенко, и все, получается, что у КГБ готовая доказательная база, и людей просто ждали с наручниками на выходе. Зафиксировали несколько таких случаев, то есть это не носит массовый характер, ну, не носит массовый характер выдачи таких виз, да, но задержали. Есть эти факты задержания в польских визовых центрах, да, там, я так понимаю, что эти задержания проходили в основном в региональных городах, ну, это большой вопрос. Вот, вот пишут, по данным газеты Выборча, информацию о тех, кто подается на гуманитарные визы, белорусским службам передала компания ВФС Глобал. Издание утверждает, что оператор передал данные, включающие информацию об их семье, и даже отпечатки пальцев, которые требовали для получения визы. Также, польская медиа отмечает, что ВФС Глобал сообщает спецслужбам информацию о наличии у заявителей карты поляка. Вы знаете, сейчас опять начали они прессовать людей за то, что есть у них или нет, там, вид на жительство другой страны, грозятся в Беларусь не пускать, если у тебя есть вид на жительство другой страны, или ты не сообщил про этот вид на жительство другой страны, или что-то такое, там, своя идет история. И вот, как бы, система стукачества поднялась на новый уровень, теперь уже ты подаешься на визу, и ты должен понимать, что твои данные, которые ты вписываешь в визовую анкету, вполне могут оказаться в КГБ. Делает ли эта компания, вот эта ВФС Глобал, это добровольно или принудительно, мы, конечно, не знаем. Делают ли это отдельные сотрудники этой компании, или это уже политика какая-то, мы тоже не знаем. Но вот сами факты, они были. Они были, эти факты. Про них пишут и польские журналисты, и белорусские. Поэтому, ну вот, вот в такой стране живем. Потрясающе, да? Мало того, что эти визы не дают практически. Нормальный шенген получить крайне сложно в Беларуси. Все пишут про это, что это гигантские сложности. Огромный процент отказов. Так еще и стучат. Ну же ладно, вы не даете. Так зачем вы еще стучите? Это же дипломатическая информация. Вот почему это очень плохо, что посольства передали в таких странах, как Беларусь, свои консульские фактически услуги вот каким-то фирмам. Потому что на фирму КГБ давить может и получать туда информацию может. Если человек подается непосредственно в посольство, посольство территория другой страны, естественно, там его данные в безопасности. Действует совершенно другое законодательство польское. А Польша, она часть Европейского Союза. И в Европейском Союзе очень жесткое законодательство по защите персональных данных. Поэтому, ну, как бы тут и полякам тоже надо подумать. Ребят, вы в такой стране, где люди попадают в опасность из-за всего. Это опасная для жизни людей страна. Ну, неужели вы такую сенситивную информацию, как подачу на гуманитарную визу, не можете организовать у себя там, в посольстве? Все эти вот моменты, которые связаны с политикой. Политическое убежище, там, международная защита, гуманитарные визы. Зачем это давать какому-то посреднику, который занимается просто стукачеством? Вот у меня простой вопрос. Если кто-то там, вот, из посольства нас смотрит, или с людей, которые с посольством контактируют, ну, задайте этот вопрос. Мне кажется, что он вполне легитимный. Спасибо. 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 Спасибо.